Баттл В общем-то, всем, наверное, известное кино «Покровские ворота» сказала так – «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов». Я думаю, что это большее высказывание, конечно, подходит Гайку Саркисовичу. Он радикальный, абсолютно радикальный хирург. Но как обстоят дела, на мой взгляд? Вот мочевой пузырь, такой себе симпатичный, живет, не тужит, но вдруг заболел. И заболел тяжело. Причем заболел так, что у нас встает вопрос – резать и резать как? Да, мы прекрасно все знаем, что варианты мышечно-инвазивные и местно распространенные формы отличаются и прогностически. И тем не менее, как только опухоль проникла в мышечный слой, мы должны применять, соответственно, стандартный, так называемый, золотой стандарт – это радикальную цистектомию с, желательно, неодевантной полихимиотерапией, обязательно включающей в себя цисплатин. Только так. Вот в целом, в общем-то, можно было бы на этом, наверное, и закончить. Но, как, опять-таки, продолжая эту тематику, на мой взгляд, все-таки здесь рано ставить точку. И несмотря на всю популярность цистектомии, появился альтернативный вариант. Альтернативный вариант в объеме тримодальной терапии. Напомню, это трансуртральная резекция с последующим облучением на фоне химиотерапии. Два этих метода спорят до сих пор между собой. И, в общем-то, вот тот график, который четко демонстрирует, как именно обстоят дела. Действительно, пациенты, и это показано коричневым на графике, это пациенты, которым выполнена цистектомия, несколько, в течение первых двух лет, несколько проигрывают тримодальной терапии. Но, если пациент переходит этот рубеж, то тенденция в пользу все-таки цистектомии. Тем не менее, тем не менее, графики пересеклись. И это должно, опять-таки, нас настораживать на то, что, а все ли мы делаем так, и правильно ли мы стратифицируем наших пациентов. Поэтому, кто кого, как в картине Мазуровского, наши или турки, ну, не знаю, думайте сами. И встает вопрос, а есть ли тут место, вот во всей этой ситуации, резекция мочевого пузыря? Можем ли мы как-то использовать эту тенденцию? В целом, популярность распределения методик составляет таким образом. Цистектомия выполняется где-то примерно в 70% случаев. В реальной клинической практике, на самом деле, даже, наверное, больше, это где-то около 80%. Тримодальная терапия, которую мы можем изначально применить, это где-то 20-25% случаев. В реальной клинической практике, в общем-то, не более 15%. И резекция мочевого пузыря, лапароскопическая, открытая, роботическая, неважно. Любая резекция мочевого пузыря, это не более 10% изначально. Но в реальной клинической практике это менее 7%. Вот так обстоят дела с вот этим золотым стандартом. Мы проводим неодевантную полихимиотерапию, цистектомию и, конечно же, тазовую лимфоденектомию. Такой вариант обладает высоким уровнем доказательной базы. Это имеет хороший местный контроль опухоли и, конечно же, удаление микрометастазов с целью профилактики местных рецидивов. Однако, что такая методика отрицательного может принести? Это частота осложнений, она достигает 50%. 30-дневная послеоперационная летальность достигает 3%. И действительно, часто это пациенты возрастной группы старше 70 лет. Три последовательных работы в 70-х годах, которые были проведены, Резника, Новика и Шоборга, в общем-то, поставили под большое сомнение в целом резекцию мочевого пузыря. И эта тематика была отложена в сторону где-то примерно на 25 лет. Но спустя это время исследования, которые стали появляться по поводу органов сохранного лечения, действительно стали демонстрировать, что именно если мы четко будем учитывать все факторы риска при выборе данной методики, именно резекции мочевого пузыря с опухолью, мы можем получить определенную выгоду у этих пациентов. Какие же факторы? Это возраст, сопутствующие заболевания, это степень инвазии, расположение опухоли, количество ее очагов, дифференцировка. Обязательно, конечно же, карцинома инситу, сопутствующая, первичный процесс или рецидивный, кто-то упал на этих словах, наличие региональных метастазов в лимфоузлах, вовлеченность соседних органов. В общем, все то, что мы в целом делаем в нашей клинической практике. Но не менее важным является и определение объема мочевого пузыря. Он должен быть достаточным, а это не менее 200-250 мл. Что нам говорит литература за последнее время? Большая часть исследований демонстрирует отсутствие четкой стратификации пациентов. В общем-то, то, о чем я говорил. И частота встречаемости резекции мочевого пузыря варьирует от 6 до 19%. Резекция мочевого пузыря с опухолью имеет, в общем-то, ряд преимуществ. И в сравнении, естественно, с радикальной цистектомией, такие как сохранение функционально-континентного мочевого пузыря и эректильной функции у мужчин, что тоже немаловажно. Также резекция мочевого пузыря может являться более щадящей, особенно это актуально у пациентов пожилого возраста. И вот немного к исследованию. 58 пациентов после открытой резекции мочевого пузыря плюс тазовая лимфоденектомия. Большая часть больных получили неодиуантную химиотерапию. Опухоли были Т2, Т3, и это были пациенты, у которых была также еще карцинома инситу у некоторых. Время наблюдения в этом исследовании составило 33 месяца, и результаты пятилетней без рецидивной выживаемости составили 67%. Да, процент, конечно, невысокий, но понятно, что с сохраняем еще пузырь рецидивы могут быть. Однако общая выживаемость пятилетняя составила 69%, что конкурирует с результатами цистектомии. Локальный рецидив был выявлен у 19 пациентов в 21%, то есть у каждого пятого пациента в течение пяти лет развилась метастатическая болезнь. А не происходит ли такой же ситуации после цистектомии? Конечно, происходит. Осложнения были минимальными, вы видите, и многофакторный анализ данного исследования показал, что наличие карцинома инситу и позитивных лимфоузлов явились факторами плохого прогноза. Тем не менее, выводы в этом исследовании были сделаны следующие, что у тщательно отобранных пациентов возможно проведение резекции мочевого пузыря, которое демонстрирует достаточно обнадеживающие результаты. Пациенты старшей возрастной группы, что с ними делать? Это было 75 плюс особенно. Вот исследование. Маленькое количество пациентов, и тем не менее, 29 их было. Им выполнили роботическую. Я не знаю, как часто в принципе на лапароскопию у вас берут в клиниках пациентов 75 плюс. Но здесь, видите, 29 больных. Им выполнили роботическую резекцию мочевого пузыря с расширенной тазовой лимфодиссекцией. Это были пациенты с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Также в этом исследовании большая часть больных еще смогли получить неодевантную полихимиотерапию. В результате у двух пациентов было выявлено переоперационное осложнение. Это порядка 7%. И у 18% осложнения были не выше grade 2, по клавиену не выше второй степени, в течение 90 дней после выписки. Это важно. Важно понимать, что старшая возрастная группа и те осложнения, которые мы имеем, особенно после цистектомии у этих пациентов, резко также ухудшают их прогноз. Пятилетняя общая выживаемость и безрецидивная выживаемость составили 79% и 68% соответственно. 79% у старшей возрастной группы. Авторы также отметили высокую эффективность резекции мочевого пузыря, но у четко отобранных пациентов. На этом также делают упор. Есть и подход, так называемый, более расширенный, тетрамодальный подход. Когда пациентам выполняется тур, дальше, соответственно, химио-лучевое лечение, потом выполняли резекцию мочевого пузыря. Вот 183 пациента с распространенными формами, вы видите, в том числе были Т4А стадии, правда, это 14 пациентов, и тем не менее они тоже были включены в это исследование. После проведенной трансуртральной резекции пациенты были рандомизированы на группу резекции мочевого пузыря и те, которые не удовлетворяли критериям для проведения такого объема лечения. Им проводили химио-лучевое лечение. В тех случаях, когда пациенты не попадали на резекцию мочевого пузыря, им проводили дополнительный еще тур. В другой группе, где 83 пациента, им проводили, соответственно, лапароскопическую резекцию мочевого пузыря с тазовой лимфодиссекцией. Критериями для проведения резекции мочевого пузыря явились настойчивое желание пациентов сохранить мочевый пузырь, локализованное расположение опухоли вне шейки и треугольника ЛИТО, менее 25% поражения стенки от общего объема всей поверхности слизистой мочевого пузыря и отсутствие остаточной опухоли при повторной турбиопсии. Результаты. Из 65 пациентов, которые подходили под все уже критерии, в финальном, имею в виду, результате, только 46 были проанализированы. Тем не менее, пятилетняя опухоль специфической выживаемости составила 100% у четко отобранных пациентов при тетрамодальном подходе. У остальных, 137 пациентов, опухоль специфической выживаемости составила 79%. Период наблюдения тоже очень важный. И исследования, где после резекции мочевого пузыря были достигнуты 10-летние уже результаты. Вот вы видите, в сравнении резекции и цистоктомии, резекция мочевого пузыря безрецидивная выживаемость в 61% случаев против 66 при цистоктомии, опухоль специфическая выживаемость 58% против 63 при цистоктомии, и общая выживаемость не отличалась при сравнении группы резекции и цистоктомии. Популяционные показатели базы СИР, перед тем, как я закончил вот эти все исследования, проводилась оценка общей выживаемости и опухоль специфической выживаемости. Более 7 тысяч пациентов было в этом исследовании. Соотношение было 1 к 5, то есть 1500 – это резекция мочевого пузыря и более 5000 – это цистоктомии. Пятилетняя общая выживаемость составила 57% против 50 пациентов при резекции мочевого пузыря и цистоктомии, соответственно. Это для общей когорты. Но когда были введены поправки на точную стратификацию плюс тазовая лимфодиссекция, ситуация несколько изменилась. Тем не менее, пятилетняя общая выживаемость была сопоставима в этих группах и опухоль специфическая выживаемость также не отличалась по сравнению резекции мочевого пузыря и, соответственно, цистоктомии. Наши данные, которые удалось мне проанализировать в институте Герсона, это исторические данные. Мы включили 466 пациентов, проанализировано было 339 и уже рандомизировано в финальный итог только 250 пациентов. У нас примерно такое же соотношение, это где-то примерно 1 к 5, 1 к 4. 82% – это цистоктомия и порядка 20% – это резекция мочевого пузыря. Неадьювантная химиотерапия, конечно, проводилась чаще в группе цистоктомии, адьювантная химиотерапия в группе резекции мочевого пузыря. Также у пациентов проводилась послеоперационная лучевая терапия и чаще это было в группе резекции мочевого пузыря. При цистоктомии, вы видите, там варианты деривации мочи, они описаны, как распределились при открытых резекциях, «Будьте здоровы», открытых резекций мочевого пузыря было больше, это 80% лапароскопических, 20%. Как выглядят непосредственно наши собственные результаты выживаемости? Безрецидивная выживаемость. Да, конечно, красным на графике показана резекция мочевого пузыря, синим отмечена именно цистоктомия. Конечно, безрецидивная выживаемость будет хуже в группе резекции органов сохранного лечения. Почему она будет хуже? Просто потому, что мы сохраняем орган, и там действительно возможны рецидивы. Но чаще всего эти рецидивы встречались с поверхностными. Мы могли также провести трансуртральную резекцию, и пациент дальше оставался со своим мочевым пузырем. Выживаемость без прогрессирования. Вот здесь появилась интересная тенденция. Да, статистически достоверной разницы нет, и тем не менее преимущество в пользу резекции мочевого пузыря. С чем это связано? Опять-таки с чёткой стратификацией, с чётким отбором пациентов. Опухоль специфическая выживаемость также не отличалась в группе органов сохранного лечения и цистоктомии. И, наконец, общая выживаемость. То, что, наверное, как раз и отвечает на вот эту чёткую стратификацию. Преимущество было за органы с сохранным лечением. Я не очень люблю латинский язык, но вот это выражение «леги артис» – это, наверное, то, о чём всегда говорит Гаек Саркисович. Он всегда хочет добиться наилучших результатов. Добивается ли он при цистоктомии, мы, конечно же, сейчас об этом узнаем. Но для меня всё-таки этот вопрос остаётся. Когда и кому мы должны сохранять? Пока критерии, те, которые мы определили, показывают преимущество. Но количество пациентов, на мой взгляд, ещё недостаточное. И это исследование, конечно же, требует дальнейшего наблюдения. Спасибо большое. Спасибо большое. За неимением времени буквально один короткий вопрос. Правильно я так понимаю, что демонстрируя общую выживаемость, от 50 до 79% возрастных больных нужно оперировать. Вне зависимости, будет это цистоктомия, будет это резекция мочевого пузыря. Пятилетняя общая выживаемость у этих больных – 79%. 80% больных выживают. То есть больных нужно оперировать. Да, но строго отобранных. Каких? Тех, которых вам разрешит оперировать анестезиолог. Но кроме показателей, критериев АСА, есть же какие-то ещё, на что вы опираетесь при выборе больного на резекцию мочевого пузыря? Если пациенту возможно провести по его функциональному статусу хирургическое лечение, его, естественно, надо рассматривать как основной вариант лечения. Если у пациента есть жизнеугрожающие какие-то ситуации, которые, в том числе посредством операции, мы можем ещё больше ухудшить его прогноз, таких пациентов, конечно, не надо оперировать. Нет, я не об этом сейчас. Я о том, что какой пациент, вот он, пациент, которого вы возьмёте на резекцию стенки мочевого пузыря? Я понял. Так задайте проще вопрос. Пациент, которого я на данный момент возьму на резекцию мочевого пузыря, это, безусловно, пациент, который проходит по функциональному статусу, то есть не обладает противопоказаниями абсолютными для проведения хирургического лечения, но в отношении самой опухоли я буду проводить цистероскопию, и, естественно, я буду смотреть объём поражения. Как правило, это опухоли до 4 сантиметров. Это опухоли, которые по МРТ не имеют связи с другими органами, то есть это в пределах Т2, Т3. Т3 тоже возьмёте? Да, потому что Т3 зачастую, я получу, наверное, эту стадию, у каждого третьего, у которых изначально была Т2, но я имею в виду Т3А, то есть микроскопическую Т3 стадию. Это пациенты изначально с отсутствующими поражёнными лимфатическими узлами, а лимфодиссекцию я буду выполнять им обязательно, но изначально у них должен быть ННОЛЬ. И это пациенты, у которых я проведу рандомную биопсию, и в отсутствии карцинома ин-ситу я также определюсь в пользу резекции мочевого пузыря. Не менее важным в моём случае, который я показал, это неодиуантная химиотерапия. Перед резекцией стенки мочевого пузыря. Продолжение следует...